Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно» на канале Кудя 24. С вами Пётр Цыпандин. Как видите, мы находимся в ресторане Red & Green. И вот у нас недавно прошел день студентства в народе, который мы называем Татьянин День. И к нам сегодня в гости пришел первый проректор Арктического государственного института культуры и искусств Станислав Семенович Иванов. Станислав Семенович, добрый день. Добрый день. Здравствуйте, Пётр. Спасибо, что приняли наше приглашение принять участие в нашей передаче. И чем вы к нам сегодня пожаловали, что будьте готовить. Добрый день всем. Я хочу поздравить с прошедшим Татьяниным Днем, все студенчество нашей республики. Ну и сегодня, откликнувшись на ваше приглашение, я решил воспользоваться, наверное, самым простым, скажем так, блюдом, самым вкусным. Это жеребятина запеченная. Просто вкусно, наверное, у нас получится. Просто, да. Просто вкусно. Да. Я так понял, вы с готовкой вообще на «ты». Так? Ну, я думаю, что каждый якутский мужчина, выезжая на охоту, на рыбалку, ну, или на дачу, он должен уметь всегда готовить. А вообще любите? И часто? Ну, когда есть время, да. Есть люди, которые очень хорошо готовят, но не особо любят. Но у них получается. А бывает наоборот. Очень любят готовить, ну, как-то так. Есть. Ну, я не говорю, что я особо хорошо готовлю, но моим друзьям нравится. Хорошо, здорово. Давайте начинать, да, тем более, что нам нужно же все приготовить и отдать Семену в духовку, да, запечь. Да. В какое-то время, да. Вдруг к эфирное время надо не выдержать. Давайте начинать, если вдруг нужна вам помощь, вдруг я вам помогу, да. Хорошо? Да, давайте. С чего начинаем? Ну что, значит, мы, наверное, тогда сделаем так. Пока будет мясо готовиться, мы еще сделаем салатик отдельно. Да, но нам нужно мясо подготовить и отдать. Да, мы сейчас сразу начнем готовить мясо сперва, а потом уже будем, приступим к изготовлению салата. Значит, ну вот, будучи как-то где-то на одном собрании благородном, я увидел, что вот как я попробовал жеребятину со свининой. Ну, в смысле свинина, чтобы не добавлять масло растительное, можно, в принципе, наверное, на свинине, на жире свином сделать. Я хочу попросить вас порезать мелко-мелко-мелко, чтобы мы могли... Мелко-мелко-мелко-мелко, вообще мелко. Да, да, да. Ну, можете пополам, можем разделиться, да. Пока я буду мариновать. Можно попросить тарелочку? Вот эту? Да. Итак, мы берем... Это вот мелко? Нормально, да. И вот так? Не-не-не, это сильно будет мелко. А, вот так? Это как для салата оливье. А, ну, я подумал, мелко для меня это как чеснок орбит. Нет, да? Сильно мелко не надо будет. Хорошо. Ну, вот так пойдет, да? Да, я думаю, что этого достаточно будет. А, все-все-все. Ну что, мы сделаем мясо... Я попрошу еще ложечку, наверное. Мясо мы предварительно... Горчичка у вас, да? Да. Своя? Своя. Мы предварительно... Значит, это мясо жеребятину. Возьмем кориандр, паприку, соль, перец. Ну, я думаю, этого достаточно будет. И обычную горчицу. Те, кто любит оригинальную, можно взять горчицу с семенами. Французскую, зернистую. Дижонскую, да. Провансальскую или как? Что-то в этом духе, да? Провансальскую, всякие разные, да. Сейчас модные горчицы есть. Мы немножечко вот таким образом мясо... Намазывайте. Намажем. Пока... Я думаю, что нам на всю съемочную группу достаточно будет этого мяса. Думаю, здорово. Вот. Ну, а так, конечно, если говорить о празднике, о Татьянином дне, то это... Кто такая Татьяна? Время. Это дата связана с созданием Московского университета. Государство МГУ. Да. Ну, это... Тогда это не был МГУ, когда была предложена эта дата. Но, значит, тем не менее, начало идет с того периода. И, к сожалению, в это время многие студенты находятся на каникулах. Ну, да. Потому что сейчас у студентов практически... Чищи заканчиваются. Да, сессия закончилась. Ровно-ровно. Самый напряженный период. Особенно для первокурсников, потому что для них это первая сессия. Первая сессия, стресс. Стрессовое состояние. Я вот сейчас тоже и своих первокурсников нашего института культуры и университета, и арктической, агротехнологического института, и ЧИВКИЗа, и студентов средних специальных учебных заведений очень-очень понимаю. Но что поделаешь, мы все через это проходили. Это, наверное, очень хорошее испытание. Но это норма. Для молодого человека. Поэтому, если они выдержат первую сессию, то дальше им уже будет, как мы говорим, намного-намного легче. Ну, хотя бы поймут суть, что вообще такое. Потому что все-таки школа и университет, которые... Ну, образование, которое ты самостоятельно выбрал, для них немножко две разницы. Да, поскольку, начиная студенческую жизнь, человек уже начинает понимать, что он взрослый, что он самостоятельный, что он вправе отвечать за свои поступки. Потому что, как правило, это осознанный выбор, и ты уже решаешь, с чем связать, скажем так, будущее своей жизни. Да, куда? Поскольку для многих ведь очень важный вопрос, куда пойти учиться. Куда пойти, куда податься. Да, и вот нынешние, может быть, абитуриенты, которые нас сегодня тоже смотрят, я бы хотел попросить и абитуриентов, и их родителей задуматься. Уже начинать. Да, уже времени остается очень и очень мало. Сейчас необходимо сделать осознанный выбор, с ребятами проговорить, может быть, обратиться в центре профориентационной для того, чтобы можно было определить, какие склонности у ребенка для того, чтобы можно было связать свою профессиональную последующую жизнь. Да, что человек вообще любит в жизни делать. Да? Да. Раз уж мы затронули тему, ну, скажем так, поступления, выбора профессии, давайте углубимся немножко в историю. Расскажите, пожалуйста, о себе, чьих вы будете и как вообще. Я вам до передачи мы встречались, намекал, передачу, эту рубрику мы грубо называем, как я дошел до жизни такой. Да, прикалываемся. Ну, я родом из Нюрбинского района, Ленинского на тот момент, закончил Нюрбинскую среднюю школу номер два. Мама у меня учительница профессиональная, проработала более 50 лет, сейчас здесь в городе Якутске, вот буквально на этой неделе, на следующей неделе ей исполняется 91 год. Вот, отец у меня летчик, вертолетчик, один из первых якутов, который летал на самом большом вертолете Ми-6. К сожалению, сейчас эти машины фактически используются только в большой промышленности, а раньше они использовались у нас по всей республике летали. Выполняли большие народно-хозяйственные задачи. Вот, школу закончил, в университет, в Томск поступил, я биолог. Куда? Биолог? В Томске, да. Я биолог, у меня мама биолог-химик, ну и как бы вот так сложилось, что я пошел по ее стопам. Биология, химия. Ну и потом, закончив университет, приехал год один. В школе учителем отработал, честно отработал. У меня были очень хорошие дети. В родной школе? В родной Нью-Рубинской школе, да. Но будучи на практике, меня уже взяли, учительница моя по биологии ушла в отпуск, и меня взяли на целую четверть учителем биологии. Я поэтому уже на пятом курсе, на последнем курсе уже работал целую четверть учителя. Это был осознанный выбор, да, мне это очень понравилось. Вот, поэтому по окончании я вернулся и начал работать. Но, к сожалению, получилось так, что меня призвал комсомол на работу, и мне пришлось начать вот такую как бы общественную работу. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно. Да, вот поэтому я до сих пор в свои 60 лет, в общем-то, стараюсь оставаться таким же молодым, наверное, из-за того, что мне какой-то заряд дал комсомол. Ну и постоянно, все время с молодежью, с ребятами, это тоже как бы мобилизует и заставляет быть, подтянуться вместе с ними. Так, вы продолжайте. Вот, я теперь попрошу вот сюда положить вот это все. И, видимо, мы вот так вот раскидаем, чтобы это у нас немножечко... Такая, ну, своего рода прослойка. Да, чтобы жир начал таять и мог нам дать, 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 дать. Как-то вот так. Значит, я попрошу, что здесь? А-а-а! Схитрим. Стакан воды надо набрать, в рот надо набрать глоток воды и резать лук. А, и тогда... И тогда никаких слез. Хорошо. До того, как я наберу, должен спросить, как? Слайсами? Да, можно большими крупными кольцами, чтобы мы выложили здесь к картошке и к... Да, отлично, отлично, просто замечательно. Так, мы сделаем пока перчиком, посыпем мясо, все заправим. Вот, пользуясь тем, что вы говорить не можете, буду, наверное, сам говорить. Вот, ну и затем была работа в комсомоле. Отлично, просто великолепно. Была работа в комсомоле, была работа в... Действительно, получилось? Ну, вроде как бы все нормально. Слез? И это тоже туда, да? Слез? Да, 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 сейчас, да, можно положить. Ага, сейчас мы картошечку еще положим. Так, ну что, можно паприкой красной для цвета красивого, чтобы было мясо подрумяниное. Особо паприка запаха нам не даст, но... Цвет, красоту. Цвет, да, красоту. Если бы мы просто картошку еще чисто только запекали или жарили, если добавить, то она очень красивый такой цвет приобретает. Ну, здесь у нас этого достаточно. А, я морс проглотил, и вот все-таки чуть-чуть пошел. А, уже почувствовалось, да? Уже почувствовал, да. Я даже немножко чувствую. Да. И картошку тоже, видимо, так слайсами. Да, так же делаем. Чтобы баба не приготовила. Ну, и фактически тоже, конечно, студенческая жизнь в Томском университете у меня тоже было очень интересно. Я пять лет, все пять лет я пел в Томском, в капелле Томского госуниверситета. Мы ездили с гастролями, это было в 80-х годах. Прямо пели? Прямо пел. Да ладно? Ну, серьезно. Да, это был большой-большой хор, такой коллектив, который сейчас уже стал профессиональным коллективом почти. На базе этой капеллы, на базе этого хора в Томском университете создан институт культуры. Ну, вот видите, надо было попить. Немножко плачу, ничего. Немножко плачу, вот как бы так. Ничего. Вот, ну, такая же веселая жизнь, как и у нынешних студентов, я думаю, такая же и была. Хорошо. Вы сказались комсомолом, да? Ну, то есть, чем вы занимались конкретно? Я был инструктором школьного отдела и отдела пропаганды и агитации. Так он звучал красиво. Ну, скажем так, у второго секретаря. И, завершая, скажем так, карьеру, я проработал небольшое время и первым секретарем. Это в Нюрбе? Да, это в Нюрбе был. Как вы оказались в городе? Вы как давно работаете? По-моему, говорили 9 лет, да? Уже 10-й год пошел. Нет, 9 лет я работаю только в Арктическом институте культуры и искусств. А так до этого, фактически, в течение 2002-2002 году я проработал два года в институте управления при президенте. Там был Тарасов Юрий Степанович ректором. Вот, с этого времени, фактически, у меня начинается уже работа в системе образования и дальше уже высшего образования. Я был директором двух филиалов санкт-петербургских университетов, которые здесь у нас в Якутске были. Ну, и с 2015-го уже в Арктическом институте культуры и искусств. А это какая? Выборная должность, назначаемая должность? Это назначаемая должность. Так, ну, то есть пришло предложение, вы согласились? Да, совершенно верно. И как? Ну, какие обязанности? Обязанностей очень-очень много, конечно. Ну, это, во-первых, у меня сейчас у меня работа, два последних года работа, чисто должность называется по работе, проректор по работе по молодежной политике, это сейчас во всех вузах эта должность введена. То есть вот вся работа, которая проводится с молодежью, она уже ложится на мои плечи. Непосредственно вот это направление мое. Ну, а кроме того, все равно очень много вопросов, которые приходится курировать, которые вне зависимости от направления своей деятельности. Так, у нас это уже все. Все, у нас это фактически у нас готово. Да, мы назовем Семена. Станислав Семенович, ну, расскажите, пожалуйста, немножко про институт ваш, которым вы работаете. Наш институт довольно-таки молодой, ему всего 23 года. Он был создан в 2000 году по указу Михаила Федоровича Николаева, нашего первого президента, на базе филиалов центральных вузов. Поэтому он объединил в себя специальности и направления культуры и искусства. Значит, это и художники, это и народная художественная культура, это и дизайнеры, это информатики даже есть у нас. Кроме этого, социально-культурная деятельность, культурология, вот эти направления, музыкальное искусство, музыкознание, вокальное искусство, вот эти направления, и актерское, я забыл, конечно же. Это хореография. Ну, это хореография, она есть уже на НХК, на народной художественной культуре. Актерское искусство как раз с кафедра Андрея Исаевича Борисова, первого нашего ректора, организатора нашего института. Ну, а так, вот фактически уже третий срок подряд избирается ректором кандидата педагогических наук Сарглана Семеновна Игнатьева. Она сама начинала с преподавателя, фактически заведующей кафедры, и вот на сегодняшний момент она, как я сказал, уже третий срок подряд коллективом всем избирается ректором нашего института. Вот, под ее чутким руководством институт движется вперед. Мы два года тому назад вошли в программу академического лидерства «Приоритет 2030 Дальний Восток», по которой реализуем новые, можно сказать, прорывные, необычные проекты в области культуры и искусства. Задействуем и студентов, и преподавателей нашего института. Да. Я вот вспомнил и вспомнил, у вас же количество студентов растет, институт расширяется. Я вспомнил, недавно у нас был гость из Монголии, ваш студент, который вот как раз с хореографией Аргебаяр Нямжав. Да. Ну, вообще, как в последнее время, в последние годы, ну, вот количество студентов, ну, то есть поступающих, желающих? У нас, вот, в соответствии с данной программой «Приоритет 2030 Дальний Восток», ну, и вообще с программой развития института. Конечно же, чем больше студентов, институт, тем больше развивается. Но надо понять, что наш институт, особый институт в плане того, что у нас идет, есть направление и специальности, по которым идет штучная работа. То есть, вот, например, с одним студентом, вокалистом, например, да, мы условно берем вокалистом, с ним работают, предположим, педагог по вокалу, одновременно могут быть какие-то занятия, педагог по вокалу. Который конкретно ведет, куда человек идет, да? Ну, вот он смотрит, как студент у нас исполняет какое-то произведение, да, обязательно присутствует за роялем концертмейстер, да, это второй преподаватель. А если, предположим, еще это произведение исполняется на французском, там, на итальянском языке, то, простите, должен быть еще присутствовать преподаватель по иностранному языку, правильно? Консультант, да, ну, то есть, ну, вдруг неправильно понять, вдруг не то, что нужно. То есть, вот, соответственно, конечно, эта форма обучения у нас не такая, что собрали всех студентов в одну аудиторию, 100 человек, да? Да, да, да. Вышел преподаватель и прочитал лекцию. Это не математика, это, там, предположим, не анатомия, там, где-то, предположим, где можно рассказать, показать, да, когда вся аудитория собрана. Здесь идет такая точечная работа, индивидуальная работа. Да, да, очень специфично получается. Да, также и с актерами, например, даже хотя бы 12-15 человек, но преподаватель должен каждого услышать, каждого послушать, каждый должен показать свое. Поэтому соотношение, видите, студент-преподаватель... Соотношение своим амплуа, да, раскрыть. Поэтому на поток тысячами принимать мы, соответственно, конечно, не можем. И поэтому у нас студентов пока на сегодняшний момент может быть не очень много, но вот на сегодняшний момент у нас 750, на будущий год 800 должно быть, потом 880. То есть небольшой прирост, который постоянно идет. Ну и, конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы наши студенты, окончив институт, шли, работали в Улусное управление культуры. Конечно, на места. Мы для чего готовим наших ребят? По своей специальности. По специальности. Потому что зарплата работников культуры, клубных работников, она, в принципе, на сегодняшний день очень заманчивая. 70-80 тысяч может получать работник, художественный руководитель, например, в клубе сельском, библиотекарь. То есть это очень... Библиотекарь, говорят, хорошо получает. Да, 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 да. Но библиотекарь... Я не понаслышке знаю. Библиотекарь, Петр, если мы с вами привыкли, наверное, помним, что библиотекарь – это бабушка, которая сидит за стойкой и записывает формуляр и кладет эти небольшие картотеку, то сейчас работа библиотекарь совсем другая. Он должен быть с компьютером на «ты». Это электронные каталоги, это электронные библиотечные системы. Да, но она считается одной из самых безвредных работ в мире. Работа библиотекарь спокойная, без стресса, все хорошо. Я хотел бы сказать, что с 20 июня уже начнется прием документов. Это я вот для родителей и абитуриентов, что с 20 июня начнется уже прием документов для поступления. Поэтому уже получены контрольные цифры приема, уже Российская Федерация выделила нам места для поступления. И поэтому, у кого есть интерес, пожалуйста, приходите, звоните, мы всегда рады ответить. Да, в том числе и, скорее всего, и бюджетные места у вас наверняка. Да, равновесие, конечно, бюджетные места. А какие экзамены сдают у вас, кроме профильных? Ну, обычные, конечно же, обязательные, это русский язык и математика. Но на гуманитарные, на многие, у нас есть литература, у нас есть история, общество, знание, в зависимости от того направления, на которое хочет поступать ребенок. И на творческие специальности есть обязательно творческий экзамен. Ну, конечно, да, не обязательно. Это творческий показ, ребенок должен, кажется, петь, станцевать, художники рисуют, работают, там, три, а то и более часов пишут, какие-то задания выполняют. У них три экзамена творческих у художников, они работают в этом направлении. Вот, а относительно нашего студента Аргил Бояра, да, вот вы его приглашали. Он говорил, что отправлял видео, как он там исправляется, все, потому что он же во время пандемии поступал. Он поступал во время пандемии, это очень талантливый студент, вот, ну, будучи не знающий русского языка. Тогда он не знал, но в 11 классе он попал в группу студентов, которые сюда приехали к нам. И приезжали, да, вот это рассказывал. Да, он говорил об этом. Вот, он посмотрел, как раз делали экскурсию по нашему институту, он посмотрел, ему очень понравилось. Ну, я не говорю, влюбился. Программа, да, и он сказал, что влюбился в Якутию. Он выбрал для себя Якутию, да, и потом, когда начался вопрос, поднялся вопрос поступления, то он прошел творческий экзамен, мы сидели здесь, он был на том конце экрана, значит, провода, скажем так, да, виртуального. Он показал нам три танца, комиссия отобрала его, он понравился тоже. Ну, и, соответственно, целый год изучал язык русский, и надо отдать должное кафедре. И я хотел поблагодарить наших коллег из Северо-Восточного федерального университета. Которые вели его. Которые, да, он обучался русскому языку. И он благодарил очень друзей своих студентов, которые и в быту, и в языке. Помогают, страшно, говорит, помогали, говорит, вообще, говорит, меня спасали. Очень хорошие люди. Он сам очень способный студент, конечно, вы это, наверное, заметили. Я заметил, да. Вот, ну, у нас на сегодняшний момент учатся два студента из Монголии уже. Мы выстраиваем такую цепочку. Аргил еще сейчас уже готовит тоже к поступлению еще четверых студентов из Монголии. Вот, ну, и у нас два студента из... У них там своя диаспора, он руководитель. У них здесь, да, у них здесь, да, в Якутске. А вы... Есть два студента из Киргизии. На втором и на первом курсе. Эти ребята тоже очень талантливые ребята, баянисты, аккордионисты. Вот, ну, и мы тоже надеемся талантливых ребят и оттуда тоже привлекать. Вот, а так я и говорю, у нас очень много талантливых ребят. Просто вот эти ребята, они, как бы, так как они представляют другие государства, они, ну, видны. Видны и на ладошке, как бы. А наших ребят тоже талантливых очень много. Вот, посмотрите Якутское кино. Ну, да. Там фактически все, все вот мы смотрим, когда идем в кино, и мы радуемся. Ваши выпускники многие. Наши выпускники. В театрах это тоже наши выпускники. Поэтому, ну, фактически, Андрей Савич... Кузнеца кадров, да. Да, да. Для культуры и искусства это однозначно. Для этого и был создан институт. Ну, да. Это вот прозорливость такая Михаила Ефимовича Николаева, что мы должны ковать кадры здесь, на месте, для себя. Для того, чтобы культура якутская сохранилась. Сохранилась, сохранялась и дальше оставалась. И продвигалась. Да, да. Потому что, да, без культуры мы народ не народ. Это факт. Совершенно верно. Да. А вы сами ведете преподавательскую деятельность? К сожалению, если бы я вел преподавательскую деятельность, то я думаю, что я бы очень много потерял в плане того, что мне не хватало бы времени на общение еще и выполнять другую работу. Ага, да, я потому что знаю, что вы еще и общественная нагрузка у вас есть, да, председатель общественной палаты. Это что такое? Да. Про это? Есть, ну, вот, есть такое понятие, как общественная работа. В свободное от работы время, если такое остается. Не каждый находит, между прочим. Да, я думаю, что у каждого есть, наверное. Просто, может быть, нужно либо выкраивать время, либо… Time management. Да, совершенно верно. Ну, и вы же знаете, сейчас, на сегодняшний момент, к сожалению, к сожалению, есть такое понятие, это кадровый голод. Поэтому пока на время, как мы считаем, мы вот люди, я говорю, более зрелого возраста, пока какие-то бреши, дыры закрываем, подтягиваем молодых, стараемся их научить, чтобы можно было им в последующем все передать им, молодым, 20-30-летним сегодняшним, через 5-7 лет вести республику. Так ведь? Мы-то уже на свалковой истории… Ну, я думаю, рано, 60 лет, это вот сейчас, у нас же возраста все… Как бы так, чуть-чуть… Отодвигается, да? Откорректировали, скажем так. Я, оказывается, еще молодой, хотя мне 49. Ну, пока молодежь, даже еще незрелый возраст ни разу, пока молодые, да. А раньше же, думаешь, 50 лет, ну все, идеально на свалку, пенсионер, уже никуда не годится. Так и было же, да? Да, да, да. А сейчас уже совершенно другие времена, так что… Раньше так и было. Да. Какие вы задачи решаете в общественной палате, в первую очередь? Ну, мы стараемся, во-первых, отвечать на чаяния людей. Люди приходят с какими-то просьбами, приходят с обращениями, пишут обращения. Затем мы уже непосредственно сами по направлениям, у нас 12 комиссий в общественной палате, по разным направлениям. Это большая структура получается. Ну, довольно. Фактически у нас 60 членов общественной палаты. Выборные все. Они представляют разные направления отрасли жизни республики, да? Это и здравоохранение, и промышленность, и образование, и культура, и строительство. То есть все-все-все. Мы стараемся по своим направлениям, комиссии созданы, и на своих комиссиях они рассматривают те или иные вопросы. То есть, грубо говоря, по 5 человек на каждую… Ну, условно. 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 Ну, то есть, опять же, выбираются… Это выборная, да? Это… Я хочу, я хочу, да? Вот, люди говорят, я хочу, я хочу. Объявляется конкурс. Ага. И люди могут обратиться, написать заявление. Есть часть членов общественной палаты, которые поддерживаются и выдвигаются в государственные собрания Милтумен, а есть часть, которая поддерживается и предлагается… Вы сами уже? Нет, Илдарханом. А, даже так? Да. Вот, но мы имеем право, как члены общественной, как общественная палата, тоже предлагать своих людей, которые активно очень работают или работали на общественной работе. То есть, на какой-то срок они избираются? Да. Что? Опять лук? На выбор. Давайте, раз уж я луком… Да, вы уже специалист. Пусть один человек плачет. Специалист по луку? Ну, а так, конечно, вот как я сказал, у нас студенты очень интересные, очень творческие, и им фактически приходится очень активно выступать. Они же у нас все как бы в практике все время находятся. Ну, да, многие уже действующие артисты, артисты, да, на сцене все время, возможно, видели… Танцоры танцуют. Танцоры везде. Рабиба тоже со мной говорил, меня могут пригласить, я говорю, я танцую. На всех танцоры везде, на всех. Вот у нас бывают такие случаи, когда наши студенты-танцоры в день имеют по 2-3 концерта. Я просто, конечно, не говорю, что удивляюсь, но восхищаюсь ими, бедняжки. Трудолюбию. Трудолюбию, да. Им говорят, надо. Значит, все. Цель, задача. Но, с другой стороны, они нарабатывают свои профессиональные навыки. Можно вот так. А, еще вот так. Еще пополамки. Пополамку сделать. Ага. Просто пополамку. Вот. Потом, еще что интересно. У нас в институте есть очень интересный музей. О нем особо, может быть, не видно и не слышно. Это музей музыкальных инструментов. Коллекции, личной коллекции профессора Шейкина, который, к сожалению, в прошлом году ушел из жизни. Это коллекция музыкальных инструментов, которые он собирал в экспедициях в Сибири и на Дальнем Востоке. Там есть уникальные вещи, шаманские вещи, музыкальные инструменты. Это прямо в здании, где я вчера был, да? Прямо, да. Там, где вы были. Вот видите, я не знаю. На четвертом этаже. Поэтому, если у кого-то есть интерес, пожалуйста. Вот сейчас с программой «Приоритет» мы закупаем очень хорошую аппаратуру. Это и так, как мы открыли новые направления, например, кино, фото, видео, творчество, то и приобретена определенная профессиональная кино-видеоаппаратура и набрана первая группа, по которой идет обучение. И мы планируем, что в ближайшее время, через 4 года, у нас уже выйдет достаточно хорошие профессиональные киношники. Свои? Местные. Потому что вот то якутское кино, которое у нас имеется, ведь там многие творческие и очень креативные, талантливые создатели, авторы, они же не имеют специального образования. Многие. Многие. Многие, да. Фактически почти. Многие, на голом энтузиазме. Да, да, да. У нас были представители, многие очень представители, и многие говорили, что да, они просто любят снимать, как, допустим, Дима Давыдов. Пошел снимать, все. И у него получилось. Степа Бурнашов тоже, без особого образования. Ладно, вот Шандор, да, но человек, который с образованием и занялся кино. Иркен тот же, да. Это все наши гости, все мои друзья, скажем так. Вот, знаете, мы коснулись темы ТВ, я знаю, у вас был опыт очень интересный, вы были даже у Листьева. Как вы туда попали? Практически коллега. Да, случилось в 92-м, 93-м году, я закончил на тот момент высшую комсомольскую школу, она была переименована, когда у нас в стране произошли изменения большие политические, она была переименована в институт молодежи, это сейчас институт молодежи, который на Выхино находится. И у нас там был факультет рекламы. И как-то в одной из своих поездок, когда я приехал уже после окончания института, мне предложили, хочешь сходить на центральный телевидение к Листьеву? Можно же, по тем временам это было. Кто такой отказывает? По тем временам это было вообще такое, это нереально, это супер было. Ну на центральное телевидение, да, 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 но приехали в первый раз, посмотрели, вот то, что до этого мы с вами разговаривали, да, все сели, нас завели, все сели, там сказали, что нужно сделать, поднятая рука там, или вот так вот показывает ассистент, что нужно хлопать там, да. Какое время, что делать? Просто знаками, да, и все, что, стоп, предположим, фактически два. И ровно, там, я не помню во сколько время, 11 часов, предположим, двери открываются, и в студии появляется Владислав Листьев. Все, человек, гости уже сидят, один или два гостя у него уже сидит, ждут того, что будет. Вот, ну, первый раз я просто поучаствовал, посмотрел, для меня это все было интересно, а потом уже, когда на большом экране все это показывали, когда себя вот так в мельком проезжающей камере увидел, это было, конечно, тоже интересно. Ну и потом с азиатской внешностью получилось так, что там не на первый, на второй, на третий, вообще-то, ну, мало было людей, поэтому все равно вот так выцепляли. Вот, а потом, ну, вот фактически первый раз, второй, третий раз тоже мне таким же образом, я приезжал когда в Москву, ребята меня приглашали туда, но второй и третий раз я уже задавал вопросы. Там был начальник налоговой службы, начальник налоговой службы, который, к сожалению, там вопрос касался летних лагерей, а так как мне это было очень близко, детский летний отдых, я, значит, ему вопрос задавал, у нас была полемика, он говорил, а куда же вы денетесь, вам все равно придется этим заниматься, типа, ну, в таком ракурсе. Вот, ну, получилось так, что потом через три или четыре месяца этого товарища посадили. А, вот того. Да, того, но он сильно там, я не знаю, не из-за того, что мы там, как бы, да, ну, делал какие-то очень нехорошие вещи. Вот, но вот эта полемика и небольшая такая, какая, вот такая, я не говорю, ругань, да, но, значит, наши там какие-то перекрестные вопросы, кусания, это было показано. Это показано. Да. Вот, но хотя друзья мои, которые посмотрели, они меня не узнали по телевизору. Не узнали? Многие не узнали, я не знаю почему. Вот, ну, а так, конечно, профессионализм листьевый, это было колоссально. Дверь открывается, как я говорю, харизма, сразу энергия, которая полностью весь, вся студия наполнялась сразу его энергией, вот чувство. Да, нам знаками дают понять, что Семен у нас готов вынести наше мясо. Да, а мы фактически почти уже. Давайте, несите, пожалуйста. И у нас салат тоже уже готов. И нам тоже говорят, что у нас все-таки эфирное время у нас не резиновое. Вот сравнивая, да, там, как здесь. Есть разница? А вот и Семен у нас. Опа. А давайте вот на доску, да, или как? Пойдет, она не холодная. Спасибо, Семен. Семен у нас сегодня занят, поэтому полное участие принять, к сожалению, не может в нашей передаче. Ну ничего, мы, по-моему, вдвоем неплохо справляемся. Да, ложечкой я попрошу здесь сделать микс. Значит, мы берем для небольшой кислинки, добавляем яблочный уксус. Я заметил, так. Конечно же, мы с вами солим. Перчим. Перчим, как без этого. Острелка нам нужна. Ну и наливаем самое вкусное масло, нерафинированное, чтобы оно было душистое. Пахучее. Да, пахучее, которое напоминает квашеное, помните, как всегда, детские квашеные капусты. Тропольтеровые стеклянки, которые брали. Да, а в советское время, я помню, это очень хорошо, в советское время у нас было только такое. Да. Хорошо пахнущее. На развес. Да, да, да. Я помню. Ну что, здесь у нас, наверное, готово, я думаю. Мы можем выложить тарелочку красивую. Эту? Да. Вот в эту, это будет общий салат. Ну и это наше, Семен нам подготовил вот такие чаши для сервировки. А, ну все у нас готово, видите, картошка так даже. Картошечка у нас готова, мяско у нас. Значит и мясо готово. Конечно. Мы это убираем. Запасаемся в... А, и такие у нас есть. Ну, это такие вот наши. Жир нам как раз свиной дал немножко. Растопился. Да, дал. Жиринку. Ну что, как мы делаем? Сюда кладем? Да, сервируем. Ну и самое любимое время моей передачи, пробование само. Собственно. Только как резать. Как резать. Ну, мы предположим, что попробуем вот прямо здесь, наверное, да, ножом? Да. А его можно вот так взять. Вот здесь очень полезный. О, есть. Класс. Есть. Красота. Я даже люблю немножко вот с кровью, видите? Ну, вот оно как бы немножечко... Это вот такой толстоватый кусочек. Ну, считайте, 20 минут в духовке 180-200 градусов. Ну, жеребяти, она, в принципе, мы привыкли и сырой ее есть. Да, я и говорю же, вот с кровью, медиум-рэр. Потому что если долго готовить, она начинает быть сухой. Она сухая сильно становится и невкусная. И это вот сюда, наверное. Вам вилку. Вилочку есть. А то я уже взял этот инструмент. Картошкой. Картошкой запастись. Опа. Самое главное, не пересолить. Лучше не до сол, чем пересол. А, добавить, если что. Если что, потом можно добавить. Каждый можно себе, да? Угу. И сюда же можно положить салат. Салатик. Ну что ж, Станислав Семенович, как я говорил, самое любимое время моей передачи. Смотрите, вот какая у нас красота получилась. Давайте пробовать. Будем дегустировать. Давайте пробовать. Приятного аппетита. И мясо. Как и предполагали, действительно. Просто вкусно. Да, Станислав Семенович, еще раз вам спасибо большое. Нам намекает, что наше время уже заканчивается. И у нас такая добрая традиция. Пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Дорогие друзья, я хотел бы поздравить с прошедшим Татьяниным днем, днем студенчества. Ну и пожелать всего самого наилучшего. Видите, как у нас день уже прибавляется, утром светло становится, вечером уже темнеет позже и позже. Поэтому идет весна, скоро не за горами лето. Всего самого хорошего. Кушайте вкусно. Это все очень просто, да? Просто вкусно, чтобы было. Да. А я еще раз скажу, что у нас сегодня был в гостях первый проектор Артистского государственного Института культуры и искусств, председатель Общественной палаты Республики Саха-Якутия Станислав Семенович Иванов. Спасибо вам еще раз большое. Спасибо. А я Петр Цепанди. На этом, друзья, мы с вами прощаемся. Будьте здоровы и кушайте как мы всегда. Просто вкусно. Спасибо.